Казахстан на максимум. Новости, события и явления в Казахстане, о которых лучше знать. Смотрите в этом выпуске. Еще даже не состоялся референдум о том, что хотят ли казахстанцы на своей земле атомную электростанцию, как уже раздаются голоса о том, что в стране вообще необходима и еще одна АЭС. Выяснилось, почему соседское зерно из России гораздо дешевле нашего родного казахстанского. Комментарий от партии, который вроде как напрямую в курсе дела. Санкции работают. Антироссийские санкции. И Казахстан вовлечен по полной. Германия осталась без нефти. И кто поможет? Сам же Казахстан без бензина. А вопрос такой же. Кто поможет? Как известно, пожилые люди мало как разбираются в современных гаджетах. И все поголовно находятся в так называемой зоне риска по воздействию онлайн-мошенников. В Казахстане решили как-то всем им помочь. Как? И правда, опять все через гаджеты. Большой резонанс вызывают регулярные сообщения о гибели солдат в армии. Такое впечатление, что Казахстан на войне. Чинуши в погонах уверяют, что гибель военных в Казахстане на 90% не связана со службой. И в Казахстане станет некомфортно тем, кто собирается приехать в страну извне. Депортация. Теперь планируют сделать ее гораздо проще. Ходи и оглядывайся. Обо всех этих темах и не только в выпуске «Казахстан на максимум». Продолжение следует...